В Украине госаппарат по своей природе должен быть аппаратом, который состоит из независимо мыслящих людей, которых объединяет одна главная цель – не прислуживать, а служить. Вот здесь, в чистом поле, мы построим новые прозрачные, красивые, очень удобные административные здания. Киевляне будут только рады избавиться от пары гидармоедов, от Ришал, с центра города. Центр города Киева, там, где стоят эти старые совковые здания, где в длинных коридорах движутся бумаги, в больших кабинетах сидят Ришалы и делают вид, что управляют страной, а на самом деле просто обдирают ее и зарабатывают деньги. Вот в этих зданиях Киева будут гостиницы, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы, велосипедные дорожки. Советский Союз отпирал посредственности. Если ты чуть-чуть отличался, тебя моментально отсеивали. Сейчас специальный отсею идет, как только появляется человек, который от них отличается, моментально все на него нападают. Это как звериный инстинкт стаи. Их просто хотят распять, их объявляют врагами народа, их выгоняют, лишают гражданство. Или их иначе маргинализируют, объявляют, что это просто какие-то выскочки, клоуны. Занимаются пиаром, вместо того, чтобы делом заниматься, это любимое обвинение. Вот этот инстинкт стаи нападений на любого, который не их. Черновол погиб для меня очень подозрительных обстоятельствах, потому что он был другим. Его убили. Много очень достойных людей пошло на фронт. Они из Карелии женили вот этой первой волны спасения украинского государства, Майдана, и в первых попытках отбыть врага. Поэтому мне кажется, что идет вот такой негативный отбор. Лучше погибают или их убивают. А здесь будет совсем другое. Здесь вместо нескольких сот тысяч дармоедов и решал, будет работать пару десятков тысяч молодых, совершенно других чиновников. Этих людей будут подбирать по таланту, без кумовства, без непотизма, без детей-мажоров. Их будут подбирать, и здесь будет культ миротекратии. То есть люди будут подбираться по их трудолюбию, по их таланту и исключительно по конкурсу. Здесь будет все очень удобно. Здесь будет глубоко под землей мультимедийный центр управления ситуацией. Тут будет огромный Майдан, и где будет место для сотен тысяч украинцев. И когда люди решат, что они чем-то недовольны, они придут и выскажут свое мнение своим избранным государственным деятелям и нанятым чиновникам. Сюда потянутся железные дороги, автобаны со всей Украины. То есть с любой точки Украины можно будет сюда доехать за полчаса, за час, максимум за четыре часа. На быстрых поездах и по автобану. Здесь же будет мемориал борьбы за независимость и будет музей украинской истории. Если руководители государства будут оценивать свой личный успех, успехом других граждан государства, успехом бизнеса государства, не личного бизнеса, а других бизнеса, не себя лично, а других граждан, не своих личных цифр, а цифр экономического роста и цифр благосостояния общей массы населения, и при этом они будут особо обращать внимание, чтобы никто не выпадал, чтобы незащищенные слои тоже были защищены, вот это и есть сервис государства. Госаппарат всегда смотрит на главу и у госчиновников нет своей воли, воля исходит всегда головы. Рыба гнет с головы и успех тоже идет с головы. Все зависит от того, кто у власти, кто управляет, кто задает тон, кто дает инструкции, кто дает пример. Пример тут самое главное.